Всем привет! С вами Автосервис Своими Руками и сегодня у нас шамзоляция крыши и багажного отсека в автомобиле Renault Duster. Работу начинаем с демонтажа самой крыши. В первую очередь демонтируем пластиковые стойки лобового стекла. Они крепятся на хитрых клипсах, которые нужно с помощью длинных пассатижей повернуть на 90 градусов. Далее демонтируем солнцезащитные козырьки. Здесь такие же защелки. Поворачиваем их на 90 градусов и тем самым вынимаем. Установка производится в обратной последовательности. Далее отщелкиваем центральный плафон освещения. Данный плафон закреплен на обшивке крыши и отдельно от крыши не снимается и держится только на пластиковых защелках. Боковые стойки держатся на одном саморезе под торекс и на нескольких защелках. Данный плафон освещения Далее переходим к более сложной части работы, а именно демонтажу багажного отсека. В багажном отсеке на данном автомобиле придется разобрать достаточно много пластика с целью снятия крыши. И так как пластик так и так приходится снимать, заодно были проклеены колесные арки. Последовательность сборки и разборки вы видите на экране. Здесь достаточно новых крепежных клипс и саморезов, также под торекс. На данном автомобиле, как и на многих других хэтчбеках или универсалах, не разобрав багажник, почти невозможно снять обшивку крыши. Крыша здесь, как и на многих автомобилях, сделана из плотного материала на основе стекловолокна и картона и покрыта слоем тонкого поролона, поверх которого наклеен декоративный материал. Данные крыши за счет своей конструкции имеют следующую особенность. Если вдруг нечаянно заломить ее и тем самым надломить несущий армирующий слой из стекловолокна и картона, то за счет того, что внешнюю часть покрывает слой поролона и слой ткани, данный залом при установке крыши на место не будет виден. Поэтому, вынимая крышу из салона автомобиля, нужно быть достаточно аккуратным, чтобы не сломать ее. Но если вдруг произошел небольшой залом, то в будущем он будет незаметен. Если же обшивку крыши не вынимать из автомобиля, то заклеить металл крыши будет крайне неудобно. И также возможно повреждение самой обшивки. Обшивка крыши в данном автомобиле вынимается через багажник. При этом необходимо повернуть ее немного по диагонали багажного проема. После вынимания обшивки крыши видим заводскую достаточно качественную шумизоляцию на крыше данного автомобиля. Она занимает две части из трех металлического покрытия. Данную шумизоляцию не удаляем, так как в этом нет надобности. И поверх нее, предварительно подготовив металл, а именно очистив, наклеиваем слой трехмиллиметрового материала, вибропохладителя. Поверх которого впоследствии наклеиваем 15-миллиметровый слой, уже мягкого, легкого материала. В данном случае вспененного поролона, в виде волны. Здесь края материала также наклеиваем на ребра усиливающие крышу, но не оклеиваем те части ребер жесткости, которые непосредственно касаются обшивки крыши. Так как в ином случае будет крайне сложно в будущем установить на место обшивку крыши. После выполнения шумизоляции самой крыши, переходим к шумизоляции колесных арок. В данном случае используем все тот же материал. Работа каких-либо сложностей не вызывает. И после выполнения всей шумизоляции, переходим к сборке салона. Здесь, как и при разборке салона, важно поддерживать чистоту рук и инструмента, так как крыша имеет белое покрытие и очень маркая. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был автосервис Своими руками.